Тридцать шестая глава книги Прока Иеремии В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. Возьми себе книжный свиток и напиши на нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, которые я помышляю сделать им, чтобы они обратились, каждый от злого пути своего, чтоб я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия воруха, сына Мирии, и написал ворух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия воруху и сказал, я заключен, и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты, и прочитай написанные тобой слова в свитке с уст моих, вслух народов в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление перед лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ этот. Ворух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост перед лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Ворух, написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, песца, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского песца, и вот там сидели все князья, Елисам, царский песец, и Делайя, сын Симайи, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Ворух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Воруху и Ягудия, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему, свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди. И взял Ворух, сын Нирии, свиток, в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему, сядь и прочитай нам вслух. И прочитал Ворух вслух их. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Воруху, мы непременно перескажем все эти слова царю. И спросили Воруха, скажи же нам, как ты написал все слова эти из уст его? И сказал им Воруху, он произносил мне устами своими все эти слова, а я чернилами писал их в этот свиток. Тогда сказали князья Воруху, пойди, скройся, ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы. И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все эти слова. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудии вслух царя и вслух всех князей, стоявших подли царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все эти слова. Хотя Елнафан и Делайя и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иерамиилу, сыну царя, и Сераии, сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять воруха писца и Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их. И было слово Господня к Иеремии после того, как царь сжег свиток, и слова, которые ворух написал из уст Иеремии, и сказано ему, «Возьми себе опять другой свиток, и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжег Иоаким царь иудейский». О царю иудейскому Иоакиму скажи. Так говорит Господь. Ты сжег этот свиток, сказав, зачем ты написал в нем, непременно придет царь Вавилонский и разорит землю эту и истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его и племя его, и слух его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток и отдал его воруху песцу сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким царь иудейский на огне, и еще прибавлено к ним много подобных тем слов.